Партнер программы «Украинская биржа». Джулиан Робертсон – основатель инвестиционной компании «Тайгер Менеджмент», один из титанов и легенд финансового мира. В 1980 году он собрал под управлением своего фонда 8 миллионов, в основном от друзей и родственников. Никто и вообразить не мог, что к 1998 году фонд разрастется до 22 миллиардов долларов, в первую очередь благодаря уникальному чутью Робертсона на акции. Однако уже в 2000 году Робертсон был вынужден закрыть все фонды «Тайгер» из-за убытков. После нескольких крупных промахов его фонды сократились до 6 миллиардов. Он вернул капитал инвесторам и на некоторое время прекратил работать на Уолл-стрит. Несмотря на постигшие его неудачи, Джулиан Робертсон все равно остается одним из самых успешных управляющих в истории. Здравствуйте! В эфире «Биржевая азбука» цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – управление капиталом и рисками. Придя на фондовый рынок со своими деньгами, мы рассчитываем заработать. Поэтому в первую очередь оценивайте возможную доходность. Тем не менее, ваш успех зависит прежде всего от умения оценивать и минимизировать все возможные риски и потери. Единственное, что мы можем более-менее точно контролировать, торгуя акциями, это наши риски, то есть наши потенциальные убытки. Наша потенциальная прибыль зависит от того, насколько далеко идет акция в нашу сторону. Мы никогда не знаем. Мы строим прогноз, мы ожидаем, но реальность может расходиться с нашим прогнозом. Мы эту ситуацию не контролируем. Наши риски мы можем на себе четко описать, что в случае, если акция идет не в нашу сторону, мы фиксируем убыток в такой-то точке. Система управления рисками и капиталом – это тот набор правил, который вам позволит ограничить ваши риски и одновременно приумножить ваш капитал. Торговля на бирже направлена на то, чтобы защитить вас от возможных потерь и определить для себя уровень риска, с которым вы готовы столкнуться. Тем самым для себя вы определите ту систему правил, которые будут ограничивать ваши убытки, будут вовремя фиксировать вашу прибыль и позволят вам эффективно работать на фундамбанке. Торговля на бирже – это реальные сделки, купли-продажи. Ценные бумаги переходят от одного собственника к другому. Важно понимать, за проданные вами бумаги вы гарантированно получите деньги. Риски контрагента или несовершения сделки целиком и полностью берет на себя биржа. Если вы хотите купить ценные бумаги, значит вы должны задепонировать определенное количество денег, на которые вы хотите покупать ценные бумаги. Соответственно, если вы хотите продавать ценные бумаги, у вас они должны быть на счету и вы должны их задепонировать под торги. Благодаря этому исчезает риск контрагента, исчезает риск непоставки ценных бумаг или неполучения денег за ваши ценные бумаги. То есть заключая сделку на бирже, фактически нажимая на кнопку клавиатуры или кнопку мыши, вы делаете сделку и получаете тут же в свое управление актив, противоположный тому, который у вас был до заключения этой сделки. Система управления рисками лежит в двух плоскостях. Для каждой отдельной сделки и для вашего капитала целиком. Главный принцип управления капиталом при инвестировании всем известен. Это диверсификация портфеля. Для того, чтобы захеджировать свои риски неправильного выбора ценной бумаги, во всем мире принято диверсифицировать риски, то есть брать, создавать портфель ценных бумаг. То есть покупается не один вид, не все активы вкладываются в одну ценную бумагу, а вкладываются в 3, в 4, в 5, в зависимости от того, с какими активами вы располагаете. Ну вот если бы меня спросили, как лучше, я бы выбрал там топ 5-10 самых ликвидных бумаг, бумаг с самым большим объемом торгов на бирже, бумаг, которые находятся в биржевом индексе. Управление капиталом при трейдинге требует ограничения рисков каждой совершаемой вами сделки. Купив акции, торговец рискует потерять часть собственных денег. Стоимость акций на бирже меняется каждую секунду. Как растет, так и падает. Необходимо следовать самому главному правилу трейдинга – обрезать убытки. И прежде чем входить в позицию, надо понимать, как много вы можете потерять. Открытие позиции подразумевает изначальное наличие понимания о трех ценовых уровнях. Первый ценовый уровень – это наша точка входа, то есть точка входа, на которой мы открываем нашу позицию. Вторая точка – это наш потенциальный убыток, который мы можем себе позволить. И третья точка – это та цена, при которой мы будем выходить из прибыльной для нас позиции. Существует распространенное выражение о том, что фиксируйте убытки и позволяйте прибыли утечь. Если мы будем только позволять прибыли утечения и не будем забирать заработанные нами деньги с рынка, то мы рискуем пересидеть всю нашу прибыль и потом закрыть позицию уже в убытке. Оцените те риски, с которыми вы столкнетесь. Но в то же время понимайте, что риск и доход всегда пропорциональны. Чем больше риска, тем выше доход. Основные инструменты, которые должны быть включены в вашу систему правил управления капиталом и рисками, – это система стоп-лимитов, которые ограничивают убытки, – это система стоп-приказов, которая позволяет вовремя выйти из прибыльных позиций, – это диверсификация портфеля и управление ликвидностью. Итак, первоочередная задача профессионального трейдера – это грамотно и разумно управлять своим капиталом. Цель очевидна – ограничивать риски и увеличивать доходы. Следует помнить, необдуманные действия могут привести к серьезным убыткам, и только дисциплинированное соблюдение принципов управления капиталом и собственного торгового плана будет приносить стабильный доход. Точку не ставим. В следующем выпуске «Биржевой азбуки» мы расскажем о правовом регулировании фондового рынка в Украине. Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа». Редактор субтитров А.Семкин